Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Премьер-министр Украины Арсений Аценюк поручил Министерству финансов создать рабочую группу для поиска дополнительных источников финансирования украинской армии. Об этом он сообщил на заседании Кабмина. В Украине субсидии по новым правилам уже получили полмиллиона семей. В очереди на получение помощи государству по оплате коммунальных услуг стоят еще столько же. Стало меньше помилок у людей. Люди зрозумели, как это нужно сделать. С нашей помощью мы объясним им, разъясним им. И другие, безумовно, местные органы влады начали уже выкористовывать все переводы новой реформованной системы субсидий и надавать больше качественных услуги людям. В этом году Украина установила рекорд по экспорту зерна. Такое заявление сделал министр аграрной политики Алексей Павленко. По его словам, в 2015-м уже экспортированы почти 33,5 миллиона тонн зерна. Министр заверил, продовольственный кризис Украине не грозит. Также Павленко добавил, наше государство кормит своей аграрной продукцией 140 миллионов человек за пределами своих границ. При этом Украина единственная страна, имеющая почти двукратный потенциальный рост в этом секторе сельского хозяйства. В Париже проходит один из самых старых и известных авиасалонов в аэропорту Лебурже. Парижский авиасалон – это лучшая возможность продать свою продукцию и посмотреть на конкурентов. Наибольшие контракты рассчитывают сотнями самолетов и миллиардами долларов. Новых клиентов ищет и украинский Ан. О представленных новинках подробнее в следующем сюжете. Для зрителей авиашоу уникальная возможность взглянуть на новые разработки в авиационной и космической сферах. Европейское космическое агентство привезло аппарат, который уже побывал в космосе. Он пробыл на орбите Земли около 20 минут. Есть здесь и наноспутники весом менее килограмма. Все сопутники недорогие и швидкие в производстве. Завдяки ним можно створить мережу связи там, где есть проблемы с телефонами. Например, для школ в Африце, чтобы они могли связываться между собой. Среди авиационных новинок и необычные аппараты – электрические и гибридные самолеты. Компания «Аэробус» представила самолет «Ифан». По утверждению разработчика, он дружественный для окружающей среды, так как не выбрасывает в атмосферу углерод. Впрочем, пока дальность его полета ограничена всего 300 километров. Впрочем, это не мешает компании строить большие планы. Наша цель – в будущем створить гибридный электрический летак на 100 мест. Мы планируем его сбудовать за 15 лет. Это будет очень функциональный прототип. Полюбоваться новинками и просто обновленной техникой зрители смогут до воскресенья. Житель Токио выгуливает в одном из центральных районов города необычного питомца – гигантскую африканскую черепаху. Местные жители уже привыкли к такому зрелищу. А вот фотографии необычной прогулки буквально взорвали интернет-сообщество. О том, как черепаха стала токийской достопримечательностью – в следующем сюжете. Черепаху зовут Бон Чан. Это 20-летний самец. Появился на улицах он лишь несколько лет назад. Всё началось, когда жена Хисао Митани приобрела шпароносную черепашку в зоомагазине. В то время Бон Чан помещался на ладони. Супруги знали, что он вырастет большим, но не думали, что настолько. Соседи подтверждают – Бон Чан очень дружелюбный и позволяет себя гладить. Хисао – владелец похоронного бюро. Его питомец часто помогает немного поднять настроение клиентам. Когда семьи приходят в наш магазин грустными и видят Бон Чана, то начинают улыбаться. Думаю, это хорошо. Бон Чан весит около 70 килограммов и вырастет ещё больше. Питается овощами и фруктами. Особенно уважает салат, морковь и яблоки. Хисао говорит, в последнее время черепаха стала немного упрямится во время прогулки. Он становится немного эгоистичным. Хочет идти не теми путями, которыми ходим обычно. Пытается проложить новые пути. Это немного надоедает. Но 62-летний Хисао и его жена обеспокоены. Они боятся, что черепаха их переживёт, и о ней некому будет заботиться. Детей у семейной пары нет. Поэтому они на будущее уже начали подыскивать для Бон Чана надёжного усыновителя среди соседей. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире.